Это мой рабочий стол. Сегодня я хочу устроить марафон 24 с вышивкой. Вот здесь на телефоне видно, что время 20-25, и с этого момента я начинаю засекать 24 часа с вышивкой. Начну я вот с этой работы. Это именной оберег. Сейчас он у меня вот на таком этапе. Здесь у меня схемка лежит. Вот тут ниточки на планшетке. И вот здесь на планшете мне очень удобно смотреть на превью. Ну все, не буду надолго затягивать. Постараюсь вышивать, вышивать и вышивать, чтобы сделать вывод, сколько я могу вышить за 24 часа. Ну и вообще, смогу ли я 24 часа сподряд вышивать. Сегодня у нас 10 августа, а значит завтра 11 августа в 20-25 я буду подводить итоги. Выдержала я этот марафон или нет. Если выдержала, то сколько крестиков мне удалось намышивать. Вот. Здесь вот у меня такие тиски, на которых крепятся куснапы. Вот такие большие. Они, конечно, большеваты для этой работы. Но мне удобно. Сейчас пока буду вышивать на балконе, пока еще позволяет световой день. А потом переберусь в комнату. Ну все, я сама себе желаю удачи. Чтобы у меня получилось вышить максимальное количество крестиков. Итак, время у нас сейчас 22.34. Я буквально на пару-тройку минут. Для того, чтобы показать, на каком я сейчас этапе, сразу хочу заметить, что продвижения совершенно небольшие. Например, у меня здесь отшито несколько крестиков вот в этой части. Вот здесь очень такой светленький голубой добавлен по контуру. И вот этот элемент тоже добавлен. Затем я перешла вниз и начала отшивать элемент, на котором будет надпись «Белка». Вот на этом элементе бэкстичем будет надпись «Меркурий». Вот, кстати, превью, как все это будет. Вот. Я пока отшиваю только крестики. Бэкстич я еще не отшиваю. И также бисер еще не нашиваю. Никаких других швов здесь пока еще не использую. Пока только крестики и полукрестики. Вот так выглядит моя организация. Я перешла с балкона в комнату. Не очень, конечно, все тут удобно расположено. Но вот как-то так. Здесь передо мной компьютер с записями моих любимых блогеров на YouTube. Вот тут моя схемка расположена. Здесь на планшетке нитки, планшет с превью. Тиски и куснапы. И вот добавил еще лампа. Так как в комнате недостаточно освещения, чтобы можно было справиться без лампы. А тут у меня ножнички, ручка. Ну, в общем, все необходимое. Сейчас, после того, как прошло два часа с момента, как я начала свой вышивальный марафон, я собираюсь переключиться на другую свою работу. То есть у меня такое... У меня такая идея каждые два часа переключаться на другую работу. Этот именной оберег мы еще сегодня увидим. Если я, конечно, выдержу марафон весь, то мы к нему еще вернемся. А сейчас, на следующие два часа, я переключаюсь на другой свой процесс. Это сэмплер. Слушай, родное. Здесь у меня на данном этапе отшиты два наушника. И в середине элемент большой. Сейчас я на эту работу переключаюсь. И через два часа, перед тем, как переключиться на следующий свой процесс, я вернусь к этому и расскажу, что же за эти два часа у меня прибавилось. Этот процесс у меня расположен на станке. На станке я его и оставлю. Я сейчас уберу куснапы сэмплером, именной оберег. И пододвину под свет вот этот станок, чтобы мне было удобно смотреть видеоролики и продолжать вышивать. Видеоролики, конечно, меня отвлекают. Бывает, иногда себя ловлю на том, что я зависла и смотрю только в монитор. Совершенно забываю о том, что у меня вообще-то марафон как бы идет. Ну, в общем, как-то так. Сейчас у нас время 00.39 ночь. Все вокруг спят и только я продолжаю вышивать. Сейчас покажу, какие продвижения. Продвижения сразу, признаюсь, не особо большие произошли. Значит, вот здесь часть... Сейчас я возьму ножнички в руки, покажу. Будто эта часть появилась. Вот сюда немножечко продвинулась. И вот эту часть отшила. Сколько в количестве крестиков я, конечно, не подсчитывала пока еще. Ну, вот так можно видеть визуально, какое прибавление произошло за это время. Сейчас уже меня ждет на очереди третий мой процесс. Это русские ромашки от Reolis. Вот такое вот цветовое пятно на данный момент. Пока еще без бэка. Вот так выглядит эта работа. Вот так она будет выглядеть в итоге. Это превью у меня уже на планшете подготовлено. Вот здесь у меня в электронном виде схема. Вот тут я отмечаю, когда отшиваю таким вот бирюзовым цветом. На данный момент вот столько у меня вышито. Все, что бирюзовым цветом закрашено. Вот такое вот пятно. Также и здесь. Это все видно. Вот сейчас, в следующие два часа, я буду заниматься именно этой работой. Работа отшивается шерстью. Мне нравится, как шерсть ложится. Она не закручивается, не перекручивается. И надеюсь, здесь будет больше видно продвижение, чем на двух предыдущих процессах. Ну все, не буду терять время. Приступаю. Прошло чуть больше, чем два часа. Время 0253. Не могу похвастать тем, что я все так же бодра и весела и полна сил. Ощущается все-таки, что время ночное. И уже падает работоспособность. Ну вот, какие у меня были продвижения на русских ромашках. Здесь салатовый цвет появился. Серый цвет появился. Да и так как не очень заметны продвижения на вышивке, я решила на электронной схеме выделить все крестики, которые у меня были отшиты за эти два часа. Выделила и поняла, что сделано очень и очень мало. Вот она вся схема. И вот эти красные квадратики, которые отмечены, это вот как раз те самые крестики, которые мне удалось отшить за два часа. Мало, конечно. Дальше я сейчас буду переключаться на именной оберег. Буду продолжать дальше, если, конечно, не усну. И, конечно же, я уснула. Удалось мне еще вот здесь бежевым цветом повышивать. Где-то, наверное, час-полтора. И я после этого все уже больше не смогла вышивать. Очень захотелось спать. И да, я уснула. Сейчас у нас уже время 10.42. Я проснулась и пью кофе. Проснулась где-то полчаса назад. Вот, пью кофе. Расстроена, конечно, что у меня провалился марафон. Но надо было, конечно, готовиться к нему посерьезнее. И не так, как мне вечером вчера пришла идея. И я начала снимать с 8 часов вечера. И вроде бы как несколько часов не чувствовала усталости. И подумала, что да, я смогу. На самом деле надо перед марафоном выспаться. И начинать его нужно, скорее всего, с утра. Сначала думала не выкладывать это видео провальное. Потом подумала, ну это же моя история. Да, я пробовала. Да, хотела. И не получилось. И это тоже история. И она тоже имеет место быть. Планирую все же в дальнейшем повторить этот опыт. Но уже выспавшись. Кстати, я сейчас понимаю по своим возможностям, что 24 часа с вышивкой я в любом случае не выдержу. Можно даже не экспериментировать. А вот сколько именно я выдержу, если не 24, то это можно будет проверить. Но для этого лучше выспаться, как следует подготовить организм и повышевать, засечь время. Сколько же часов все-таки получится, не прерываясь, быть за вышивкой. Ну вот такая вот история моего марафона 24. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова